Историческое наследие в Центральной детской библиотеке прошла торжественная передача старинной книги под названием «Апостол». Раритет отдал дар представителям Национальной библиотеки Республики Татарстан челнинец Лев Апанаев. Какую ценность представляет этот экземпляр, узнала Лейсанга Бдрашитова. Вот само слово «Апостол». Этой книге много столетий. Она побывала во многих руках, утверждает Лев Апанаев. Врачу с большим стажем ее отдал в дар батюшка, живший в Менделинске. Болела рука, перестала подниматься, а ему крестить надо, корону держать над невестой во время венчания, кадилом работать и так далее. В общем, профессионально он наполовину не справлялся, и поэтому мама вызвала меня, я приехал и вылечил его. Реликвия лежала у Льва Николаевича в дачном доме на чердаке. Он пытался ее изучить, но арабским языком, который присутствует в ценной книге, челнинец не владеет, поэтому решил передать ее специалистам. Книга «Апостол» написана на старославянском языке. Также в более поздний период ее владельцы делали записи на татарском с использованием арабской и латинской графики. «Апостол» — это первая печатная русская книга, изданная в марте 1564 года. Ценность ее в том, что в ней имеется единственная гравюра апостола Луки. А в священной богослужебной книге, которая хранилась у Льва Апанаева, гравюра апостола Павла. Она была выпущена позже, отмечают представители Национальной библиотеки Республики Татарстан. Эта книга была издана в синодальной типографии в Москве. Наши специалисты, я надеюсь, мы когда привезем это издание, этот раритет в Казань, будут заниматься этой книгой и точно смогут атрибутировать, к какому году можно будет отнести. Льву Апанаеву вручили благодарственное письмо. Теперь его книга займет достойное место в фондах Национальной библиотеки Республики. Всего в фонде отдела рукописей и редких книг хранится более 70 тысяч единиц. Среди них как рукописные и печатные издания, так и отдельные коллекции. Лиса Ангамдрашитова, Артем Кольсов, Новости, Набережные, Челны.